В день России 12 июня в Ростове-на-Дону в честь государственного праздника решили бить рекорды. В канун чемпионата мира это, конечно, должно было случиться под стенами Ростов-Арены. Молодежь Ростовской области устраивает уникальный флешмоб. Мы растягиваем самый длинный триколор в России, длина которого 220 метров, а общая площадь больше тысячи квадратных метров. Больше 500 молодых ребят, среди них все волонтеры, спортсмены, рабочая молодежь, студенты пришли поучаствовать с нами в флешмобе. Я хочу сказать, что всем желающим флага не хватило. Депутат Ростовского законодательного собрания Екатерина Стенякина говорит, что участников патриотического флешмоба собирали через социальные сети. Сами участники из спортивных школ, школьники и студенты говорят, что организатором флешмоба была городская мэрия. Город Ростов-на-Дону, да, перед чемпионатом мира. Нас пригласили как волонтеров поддержать и расхватить флаг. Позвали наши из школы тренеры, чтобы мы приняли участие с нашими детьми. Мы сюда пришли от института, мы поддерживаем весь праздник, всю эту акцию. Сегодня это очень знаменательный день, как для нас, так же и для всех россиян. Четыре года назад в России с помощью бюджетников и школьников власти создавали массовость во время эстафеты Олимпийского огня игр в Сочи. В Ростове-на-Дону за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу даже у российских триколоров на концерте в честь Дня России почему-то одинаковые удочки вместо древка. У нас есть уникальная возможность показать всему миру, что такое Россия, что такое Донская земля. У нас нет другого пути, как показать, что мы мирный и гостеприимный народ. Убежден, что у нас это получится, потому что мы на самом деле все вместе. Главной витриной Донского гостеприимства в Ростове станет Левобережный парк. Его построили на месте заброшенного городского пляжа. И вместе с набережной его благоустройство обошлось почти в один миллиард рублей. Сейчас это фактически единственная прогулочная зона рядом с Ростов-ареной, которая и сама стоила почти 20 миллиардов рублей или 350 миллионов долларов. За эти деньги ростовские власти превратили то, что раньше было городской окраиной, в новый городской центр. Теперь здесь самая большая в городе детская площадка. А во время чемпионата здесь будет самый большой рынок сувениров, на котором вне чемпионата смогут побывать все 45 тысяч зрителей сразу после матчей. Здесь продают казаческую одежду, народные музыкальные инструменты и нагайки. Те самые, которые недавно в Москве казаки применили против сторонников оппозиционера Алексея Навального. Сергей Семенец говорит, нагайка – сувенир с функцией самообороны, но никак не инструмент нападения на безоружных людей. Вы знаете, большинство молодежи берет в машину. Деревянная ручка идет, дерево, бук, дуб. Внутри плетется одна лоза, потом оплетается другая. Есть три, есть четыре, есть пять. Есть просто трос. Шведы покупали, японцы покупали. Шведы и японцы на чемпионат мира в Ростов-на-Дону не приедут, но казаки надеются на бешеный спрос на нагайки и от болельщиков других национальностей. В дни проведения матчей в городе ждут до 20 тысяч иностранных болельщиков. Свои матчи группового этапа в городе проведут сборные Исландии, Мексики, Саудовской Аравии, Уругвая, Южной Кореи и Хорватии. А в первом матче на Ростов-арене 17 июня сборная Швейцарии встретится со сборной Бразилии. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Ростов-на-Дону.